Всем привет! Вы на канале Smart Обзор. Давайте обсудим последние новости из мира гаджетов. Поехали! До MWC 2017 осталось совсем немного, а потому различные утечки всё чаще просачиваются в сеть. О грядущих новинках Nokia не рассказал разве что ленивый, поэтому надолго останавливаться тут не буду. Три смартфона, Nokia 3, 5 и 6. Про Nokia 6 всё давно известно. Это модель среднего ценового сегмента, на MWC представят лишь международную версию. 5 и 3 же бюджетники. Пока я даже не до конца понимаю в чём будет их отличие. Возможно в диагонали экрана и небольшое в технических характеристиках. Ну и гениальный маркетинговый ход с Nokia 3310. Уверен, это будет совершенно обычная заурядная звонилка, но благодаря названию о ней написали все издания, даже не профильные. Ещё немного про MWC. Инсайдер Evan Blass опубликовал изображение Huawei P10 в разноцветной палитре корпусов. Будут представлены варианты в зелёном, синем и золотом исполнении. Это радует, цвета необычные и интересные, кому-то наверняка придутся по душе. Также в сети мелькают фото, которые собирались показать уже на самой презентации смартфона P10+, которая должна пройти 26 февраля. По ним можно сделать вывод, что все предыдущие утечки были правдивы. Смартфон действительно получит изогнутый дисплей. Но хватит об утечках. Поговорим немного о статистике. Компания Gartner провела исследование текущего рынка мобильных операционных систем. И выводы следующие. iOS и Android занимают сейчас 99,6% рынка. Присутствие Windows сократилось с 1 до 0,3%. А доля BlackBerry OS вообще теперь равна нулю. Microsoft уходит с мобильного рынка OS. BlackBerry выпускает смартфоны на Android. А значит, нам надо запомнить этот момент. Теперь на рынке не будет былого разнообразия. iOS и Android добили всех своих конкурентов. Кстати, в октябре-декабре 2016-го Apple обогнала Samsung по количеству проданных смартфонов. Корейцы сильно потеряли в сравнении с таковым периодом 2015-го. Apple же наоборот, смогла нарастить продажи. Также не могу не отметить уверенный рост Huawei, Oppo и BBK. Двое последних вообще удвоили свои показатели. Также отличный повод поговорить о себе дала Meizu. На днях они анонсировали свой новый смартфон M5S. И он уже бьёт рекорды. Бюджетник, оснащённый HD-дисплеем с диагональю 5,2 дюйма, восьмиядерным MT6753 и 3 гигами оперативной памяти, предзаказали 4 миллиона 250 тысяч раз за сутки. Смартфон продаётся в четырёх цветах. Золотой, серый, розовое золото и серебристый. А цена за базовую версию 3.16 составляет всего 115 долларов. Думаю, что именно это, вкупе с удачным дизайном устройства, и дали столь высокий спрос на старте. Порадуемся же успеху компании. Ну и в конце выпуска помечтаем о недалёком будущем. Судя по последним новостям, в ближайшее время смартфоны Apple могут лишиться отдельного сканера отпечатка пальцев. Как сообщает Apple Insider, компания запатентовала интерактивный дисплей со встроенными инфракрасными диодами. Патент изначально был оформлен в 2014 году компанией LuxeView, которая занимается микроскопическими светодиодами. Ну а Apple, в свою очередь, купила предприятие в октябре 2016-го. И теперь патенты были переписаны на неё. Данные новости позволяют рассчитывать, что iPhone 8 не будет иметь кнопки Home под экраном, а сам дисплей займёт всю лицевую панель устройства. Что ж, посмотрим, как будет на деле. На этом всё, друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если видео вам понравилось. Всем пока!